Радиент Тим Бан После феерической первой игры чуть Ну не пошла у них, скажем так, во второй игре Дота и нафидел достаточно много Инквизитор и у ПГГ ничего не получалось Ну и вот так вот Бристлбэк Дум бан от Зерат Рай на этот раз Рокс банит Тимберсо И второй бан от Роксов Да, комментирует со мной этот матч Ярослав Кузнецов, он же НС Который где-то рядом Алхимик от Зерат Рай Вот так у нас герои, которые тащили Доту Сначала Дум был чуть ли не ферспик, но от Роксами во второй игре Зерат Рай выбирают Алхимика Ну я так понимаю для Ньюбика Хотя в принципе может и Йоку Соло Мид поиграть Что-то как-то Соло Мид Алхимики нынче не так популярно Хотя на мой взгляд зря Инвокер от Рокс А вот и я, ну да, если посмотреть на Супера на Алхимики Может и зря Не, ну вообще в Соло Мид Алхимика хорошо заходит частенько Ну вот как раз таки вот этот вот смек, он такой получается невероятно жирный И у него там все есть Ну вот против Инвокера тяжко, тяжко все-таки Ну возможно поэтому перестали ставить, Инвокер все популярнее становится Да-да Ну видишь что, Алхимик он и саппорт более-менее Ну и как фармящий он очень жесткий Фармит свой лотар, медаль там какую-то, бегает потом Очень жестко То есть если сравнить его, например, с Сларка Который тот же самый идет фармить там на легкой сиалатар На мой взгляд, Алхимик, ну просто намного более может быть полезным Потому что Сларк он Только в 5 на 5 Ой, только там 1 на 1, мол, кого-то выцеплять где-то, убивать А в 5 на 5 он намного более вялый Ну вот сегодня показательный момент был Когда Сларк с ДД, имея такой, ну достаточно неплохой по игре фарм Вбежал и просто, даже успев прожать первый скилл, очень быстро умер Алхимик, как правило, ну более такой устойчивый к урону Не, ну я думаю, Алхимик в такой ситуации тоже умрет Ну просто Алхимик в 5 на 5 Он кинет тучу, кинет банку и побежит еще танчить и дэмидж Ну вот Сларк не может танчить А Сларк, да, Сларк он только подамажит кого-то в ульте там Потому что без ульта он не может как бы ворваться И дальше Сларк надо как бы уходить Потому что он вот тонкий, очень тонкий, он не танчет И дэмидж я бы не сравнивал, как бы Алхимик намного больше урона делает Но эта банка под медалью и тучей Она просто отнимает, не знаю, какой-то мифический урон И опять же, кулдаун у нее не очень большой И Маннерген у Алхимика там огромный в ульте Он может открывать эту банку бесконечно Как супер, который открывает Кока-Колу Да, это Кока-Колу С Роксами тоже знатная Кока-Кола получилась Там они, конечно, зафейлили жестко на Рошане И Литан тоже умеет открывать Кока-Колу В порядке Кстати, действительно очень схожий у него с таким супером стиль Какой-то вот этот вот, очень много таких разворотов вперед-назад Практически до конца, если дать преимущество Если дать развернуться Умеет, умеет Ну, на самом деле, конечно, урон просто потрясающий с этой штуки Вот, я думаю, для баланса можно было бы сделать ее как в первой доте Ведь в первой доте многие уже забыли Я вот тут недавно вспомнил Она ведь, если ее выкинуть в последний момент От нее там фурстафнуться Она взрывалась на лету И не станела Да, здесь она станет тебя в любой случае После липа, блинка, после чего угодно Она долетает И, более того, я уж не знаю, как там было в первой доте Но во второй, она же заряжается в полете Поэтому Ну, очевидно, тоже она заряжалась в полете Но только там, если ты ее выкинул там на 3 секунды Человека за фурстафели Там какую-нибудь Мирану сделали 2 фурстафели Она просто не долетит То здесь она, если ее выкинул Алхимик практически сразу Она еще будет накручиваться И в итоге прилетит с таким уроном Что Мирана просто не сможет драться дальше Это очень сурово Это действительно суровое Спасения от этой банки нету просто Она летит и взрывает тебе лицо Более того, насколько я помню В первой доте был отсчет с 5 То есть с 5 считалось до 0 А потом Алхимик просто без отсчета красным мигал То есть не было вот Сейчас можно точно сказать, сколько там до 0,5 секунд В первой, по-моему, там было с 5 секунд И он просто мигал И еще не взрывался Я бы забил вспоминать про первую доту Это было давно Но действительно сильный этот герой Его якобы пофиксили Но не особо он пофиксился Все равно он ферст пик, ферст бан У почти всех команд Как ни крути Слишком Просто это вообще уникальный персонаж Который может пойти на любую линию Ну, кроме Кроме Хардлайн А когда у тебя Ты можешь взять героя На первый пик Который может пойти и с упортом И типа кэри И в мид Это очень здорово Ты как бы себя по пику Очень сильно освобождаешь Дальше можешь по-разному комбинировать Всегда удобно таких героев брать Рокс, веник и ЦМ Ну, очевидно, что веник здесь уже Ну, хотя можно еще В стиле фнатиков Отправить на Хард Но, скорее всего, все-таки Саппорт И в бане Визаж и Диваурер Такой вот Абадон Клокверк в бане от Зеро Трай Третий пик Не увидим мы сегодня Дазла Судя по всему Бездазловая дота Ну, вообще, знаешь Как бы Судя по Прошлой игре Ождать можно что угодно Ну, в прошлой игре Зеро Трай Относительно первой своей игры Они сыграли очень так Вяленько У них ничего не получилось В принципе, Рокс Как играли Так и играли Только Ну, на мой взгляд Чисто Ну, да Только линии они поставили Нестандартненько для себя А У Рокс, да Ой, точнее У Тр, да Многое не получалось Там все вообще Все, что только можно У ПГГ не вышло Вначале Не смогли Кстати, шанс был С Алхимиком Очень неплохо Подраться вначале Но там тоже Бейн растерялся Не заулетил в Шадоу Девана В общем Очень много всяких Ну, а Роксы просто шли Уверенно давили Кидали эту банку Пуг на Дзеро Трай Ого, кстати Интересный пик Интересный и Неплохой пик Такой Инвокер По крайней мере От ПГГ Действительно Терпит долго В драках Очень серьезно И ЦМочек тоже Не рада Наличию Пугны Ну, если там Ультра скастует В принципе Так у нее Дорого стоит Прокаст Ну, достаточно Ну, для ХП Наверное, мало просто Для ее ХП Достаточно стоят У нее скиллы Не очень приятно Подходить Давать два скилла Под палкой Считай Там пол ХП Сам себе Отрываешь Ну, у сульта Так это вообще Там Демки Мувики Урон Но Здесь Натуральный Профет Натуральный Блондин Натуральный Профет Ну, хотят Крокски Играть Такую Дефем Сплитпушем Укрывайся Перекатывайся Ну, да Ну, то есть Видят они Что Тер Как бы хотят Очевидно Давить С Пугной По-другому Не играют Будет она идти Давать бласты И надо, чтобы был герой Фурион Идеальный в этом плане Который смог бы Ну, смог бы в это время Что-то тоже делать В то время, как там Веник Инвокер Там ЦМ Дают скиллы Ставят змейки Откидываются Достаточно важное будет начало Потому что все-таки Пугне По-хорошему Нужно зафармить там Кстати, она может быть Соло-мид вполне Ну, да Может быть Соло-мид Может быть Как угодно Может быть Не, у ТР такой пик Что тут Пока по линиям Трудно предугадать Ну, да Тут Логичнее всего Конечно, пугна Соло-мид Там алхимик Формит Но, может быть Пугна на легкой Алхимик Нюкс Саппорты Еще в мид Герой Может алхимик В мид все-таки Прийти Пугна на легкую Нюкс Может, в принципе Прийти в мид А пугна на легкую Алхимик Саппорты Тут еще Добавляется Лондруид Ко всему прочему Просто какой-то Пик Гроза Вышек Пугна Лондруид Действительно Надо еще раз То Лешака И Кто там Еще в вышке Так И ДК Вот они Вот это пик Королей Мне кажется ДК топовый В этом плане Соло-мидер Потому что Может, он ломает Ее медленнее Чем там Многие герои Но ему достаточно Такую потихонечку Поклевывать Чтобы она Прям нормально Проседала Он ее буквально Стоит Соло-мидеру Соперника Отлучиться Или два раза Пропушить Линию Себе Под вышку Два раза По ней постреляет ДК И уже у нее Останется очень мало ХП В этом плане Конечно Он очень хорош Кстати, у ТР Я так хочу сказать Неплохой пик Вырисовывают Если они смогут Отыграть На уровне Потому что Ну Так Неплохо у них Все Мне нравится Что они имеют Но до сих пор Непонятно в итоге Что это за алхимик Куда пойдет Этот Лондруид Такое ощущение Что Суппорт какой-то Алхимик Ну Да Все больше Такое ощущение Хотя Лондруид Может пойти на Легкую соло Против Фуриона Например Но правда Трепла У ТР Тогда Будет Ну хотя Если возьмут Ласт Герой Какого-то сильного Может получиться И Трепла Хорошая Все-таки Алхимик Неплох На Трепле Если алхимика Возьмет ПГГ Он по-любому Взорвется Просто ФБ будет На ПГГ Сделан Он сам себя Взорвет На Фонтане Притом Прямо Может даже На Фонтане Не знаю Ну прямо Мы на таких героях Вот где Где надо попадать Что-то там Выкидывать Успевать Ну посмотрим Сейчас может ПГГ Соппорт Алхимик БЕЙОН ГОДЛАЙК На Десятый Мир Я вот четко помнишь Когда только начинал Играть в Доту Я очень сильно боялся Такого героя Как Алхимик Именно играть за него Потому что Ну Фактически Никогда Ты не накручиваешь Банку до конца Тебе слишком страшно Что герой Куда-то уйдет А если это еще И первая Дота В которой там Вообще Все Тяжело Вдвойне страшно Что герой идет И что ты взорвешься Даже если ты После этого Выживешь Все равно Сори Опять какой-то Такой В конце какого-то Я думаю Это инвокер на легкой И в мид Возможно Ты чуть ли не веномансер У вас Вчера был веномансер Ооо Ну все ПГГ ПГГ На Дриаду сел ПГГ сел на Дриаду У Роксов Опять пошло Что-то с чем-то Скандал На Саппорт СМ Да Теперь уже Гоблок на Фариона сел Только Седой Остался на ВРке Сейчас посмотрим Инквизитор Будет играть на Мишке Йоку Соло мид Алхимик Кстати все-таки Нюбек На Изилайне Пугной Клюв ЭПГГ Клюв А ну ты знаешь Если бы в мид Шел скандал на инвокере Я бы сказал Что Йоку будут проблемы Но походу в мид идет Они это все прочитали Что БЗЗ будет Потому что частенько БЗЗ пикают Вот так вот инвокера А ты не поверишь Йол В мид идет на веномансере Ой Я не знаю Я конечно все понимаю Но зачем это все Зачем эти все Пертурбации Так говоришь Как будто вчера У вас не было Соло мид веномансера Вот кстати Нет На соло мид веномансер Год играл Просто вот в чем Я имею ввиду что Ну при всем уважении Ты не выиграешь Ты не выиграешь Интернешнл Образно говоря Если будешь В каждой игре Разного человека На мид посылать Так не получается Логично Логично Хотел как раз Поинтересоваться По поводу этого Соло мид веника Вообще Насколько эффективен Потому что честно Сказать По игре Он выглядел Вообще Каким то ватным И Ну вот его Да Его ульты Неплохо Заходили в драку Пожалуй И что Но в целом Такое ощущение Что все было неплохо Просто потому что Все неплохо У всех остальных А веник Он там что-то Где-то делает Ну это не совсем Герой Скажем Года Герой года Его заставили Да Его Считаю что заставили Поэтому Ну то есть Как бы Год он как Как Дэнди Ему надо там Героев Много кнопок Там микро Бла-бла-бла Чтобы можно было убивать А веник он конечно Не такой Ну поэтому Выглядел он не так Как хорошо Может быть как Обычно Но тем не менее Герой себя реализовал Вполне себе На мой взгляд Так Пошла туча Тут начинается Горение На миде Да Интересный Интересный Прокачивает скилл Сидел на первом уровне Очень ему поможет В кавычках Тоже вчера Откачал именно этот спелл Ну пока А вот ПГГ тоже Интересуется Ну да Да Там по графику По графику Ну да Вот и поговорили Вот и поговорили Согласен Снизу Пугна Ну нормально Тут стоится Пугне Да и Виндрейнджер В общем-то Сильно не страдает Отводит Никс Ой-ой-ой-ой Ёл Что он творит Он хочет убить Йёку Вот Йёку Мог бы Ой Минус Кура Ой Санстрайк Какой Ой больно Йёку Выходит ПГГ Йёку выживает Хватает Габлака Ну Габлак все равно окупил свой вот этот прилет, он убил Куру. Ну да, но тут вообще я теперь не знаю, что будет делать тут Йоку. Банк, он все выпил, чтобы не умереть. Курицы нет. Ну, наверное, стоит бежать. Ему запулил, конечно, по ГГ два танга, но проблема в том, что эти танги не съесть. На них кулдаун минута. Да, тут уже начинаются эти змейки мерзкие. Ну, они, правда, первого уровня. Йоку может пойти убить ее просто, эту змею. Что он так ее боится, я не знаю. Там, снова ну, с двух ударов. Ну, короче, Йоку все понял. Почапал домой. Ну, правильное решение, чем стоять, что-то пытаться умереть на ФБ. Ну, можно разве что было пойти умереть на ФБ об крипов лесных. Возможно, это быстрее получилось бы у него сделать, чем бежать домой. Ну, кстати, да, денег не было. Нужно было идти на иншентов и просто умирать там. Согласен. Ну, такое, знаешь, решение, до которого не каждый допрет, а тем временем очень опасный выход такой от Сэмочки. Cold Snap! Ой-ой-ой! Сэм, цыплят. Да, тут большие проблемы, кажется, будут. У Медведя, Санстрайк! И Инквизитор последней тычкой. Такая не совсем стандартная игра от скандала в том смысле, что он как бы на втором уровне взял не пассивку, а взял нюк и пришел с этим нюком. Обычно берут пассивку, формят дальше. С пассивкой бы они, конечно, не убили. Ой-ой-ой. Вот на самом деле Йоку как-то странно играет. Зачем ты так рано выкидываешь банку? У тебя откатило туча. Заряди еще банку на пару секунд, там не убежит никуда Виномансер. И кинем банку под тучей. И у него просто закончится на этом все хп. Ну, так вот. Странное решение, действительно. Медведь вызывает нового Сумона. Здесь у него в этом плане все в порядке. Вообще у ПГГ хорошо очень пока идет все по крипам. Он чувствует себя явно лучше, чем в прошлой игре. Ему никто не мешает. Да. Тут, кстати говоря, Сидоид нашел ДД и с этим ДД зафармил эншентов в целый стак. Очень неплохо чувствует себя Виндрэнджер с ДД. Получает всю экспу золота за эншентов. Это солидный такой буст. Хорошее решение. Выходит ПГГ. Боже, какая тут туча кидает банку. Но нету замедления. Стан Кентавра. Да, стан даже не понадобился. Вова щил. Вова щил. Он законтролился. Он дает два стана. И бежит за Габлаком. Ой, лол. Минус Габлак сейчас будет. Да, похоже на то. Даблкил делает ПГГ. Это так забавно. Я прям видел момент, как ПГГ сидит, выделяет Кентавров там и станет ими Габлака. Кстати, может еще здесь откинуться. Лондруид тем временем сверху умирает еще раз. У него на этот раз 70 секунд не будет Сумона. Это печально. Так, ПГГ преследует пеньки. И как бы ему здесь не умереть от них. Санстрайк преследует ПГГ, но он на колдауне, но здесь... Ой, веник, убьет. Ой, да ладно. Пытался задонайить Йоко, но на замахе ПГГ умер. Виномансер подполз, сдал гель и за счет этого убили. Да, это было... ПГГ нужно было через верх бежать. Но вообще там действительно Санстрайк много всего могло его добить. В итоге забирают ПГГ. Короче, опять начинается у нас какой-то супер-мега-экшен. Но и в этом всем супер-мега-экшен, как и в прошлой игре, фидит Инквизитор. Как-то не очень уверен, он играет на медведя, но, блин, медведь, че, он силен, он же может крипов все уводить под тавр, там, и так далее. Формить между вообще первым и вторым тавром в итоге крипов. Бла-бла-бла. Терпила, короче, такой знатный этот медведь. Адмирал Бульдог всех научил. Инквизитор вместо этого подставляется очень серьезно. Просто получается, что фидит. Подставляет свою медвежью попу под скандалы и скандал-то. Скандал зато вот на двойку Ашауру вкачал. Вначале не вкачал даже на единичку, сейчас зато компенсирует. Ой, ёк, тут стоит, терпит из этих змей. Ну, конечно, под ультом он. Нормально тебя чувствует, может он. Но сбивать их не так-то просто, когда их так много. Ну да. Когда они такие раскаченные, урона все-таки не хватает. Все равно, в принципе, подфармливают лишнего. Можно было вкачать монетку ради этого, потому что очень много вот этих вот. Кстати, да, по факту, да, на единичку можно было вкачать и тут нормально поднимать денежки. Почти седьмой, веник тоже почти седьмой, снизу пугный имеет 32 крипа Вендрейджа, 14 профит, 17 крипов, все у профита нормально, кстати, купил себе брасер. Боже, какой-то странный затаран за блока. Да, внатория. Может он хочет четыре брасера? Танковать. Инквизитор стоит на варде, тяжело ему на харде, опять у Инквизитора все плохо, и, может быть, даже куда-нибудь в лес ему стоило пойти. Ну да. Тем временем, видим, инчу, забирает она инвиз. Будет ли замедлять? Нет, решил не замедлять. Еще и мисснул из инвиза, поэтому не вышел. Как Инквизитора тут разводит скандал, красиво спрятался. В общем, Инквизитор, конечно, на фит подсел очень серьезно, и снова он почему-то не хочет просто привести себе крипов спокойно с линии где-то их там пофармить. Хочет он как-то... Хочет умирать. Хочет он как-то по-другому играть, но не работает так на луну. Так, ПГГ, я так понимаю, будет фармить Мекку на Инче. Это, кстати, не самое частое решение. В основном стараются какие-то там ПТ-шки аганимы выходить, но здесь ПГГ. Да, но здесь... И подпуш будет у нас на нижнем лайнере. Ну да, это такой серьезный подпуш, от которого никак не отбиться, если сюда не прийти толпой, потому что Ньюбика у него тут на... на кучу бластов. Мана, в принципе, где-то на 4 бласта, учитывая, что мана регенится. Миллион просто бластов и сразу убивают всех крипов. Правда, еще катапульта подъехала не очень вовремя, но это значит, что и у Зерат Рай едет своя катапульта. Интересный вопрос, почему Ньюбик играет вот так, как Ньюбик играет. Почему бы ему не купить манно-ботинок на свои 2000 голды, которые у него есть? Говорят, очень популярное решение запугнул. Манно-ботинок? Действительно, ну а что? Только не говорите, что он Мидас купит. Я реально возненавижу тогда это все дело, потому что это будет полный трэш. Ну, какой Мидас? Ну, у тебя пугнал химику. Не стоит. Мидаса покупать, ну, пугни. Это лишнее, прямо скажем. Ну, в общем, короче, если бы он был с манно-ботинком, они пропушили бы этот лайн, естественно, потому что мана бы у него не кончалась, он бы кидал, 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 кидал бы, и кидал бы. А так он понял, что мана кончается и перестал кидать басты. Пацаны, у меня мана кончается, я ухожу. Какая-то перетяжка в Мид, но здесь очень непросто будет Седова зацепить. Да, банка на 2 секунды, которая заряжается в процессе и влетает на все 4 секунды. И у Седова кончаются хп, но есть фласка. Скандал забирает ДД, видит Клиффа, у Клиффа маленький очень уровень. Пока что не получается у Клиффа получить. тут тавр. Йол перетянулся вниз, и, кстати, сейчас может здесь пугна... Ух, как много урона. А, ну Некра первый купил, Ньюбик, решил вот без ман-ботинок, но то с Некрами... Ну фиг знает, по-моему, все равно ман-ботинок нужен, потом Некра... Куда торопиться, зачем прям так, прям спешить. Медведь где-то даже почти 6-й левел получил и 1000 монет. Так это неудивительно. А я, что-то так он-то получается. ПГГ до сих пор без 6-го левела, Леникс тоже без 6-го. В этом плане, конечно, очень сильно не хватает суппорта левела. Скандал почти 6-й, профит уже имеет 6-й 1800. Интересно, что будет покупать. И 1000 у Виномансера. Он начинает вот так вот фармить эншентов змейками, плюс фармить линию. Короче, опять же, у Роксов выглядит как-то получше, на мой взгляд. Сейчас, конечно, если Зоротрай с пугной как-то очень жестко не запушат все это дело, Виномансер Медас... Что-то я не верю в пугну, который в стэше находится Некра до сих пор, что она сейчас тут запушит что-то. У меня снова мана вот на 2 бласта. Без мана ботинка Некрая далеко. Более того, культ куда-то летит. Нет, слушай, я беру свои слова обратно. Сейчас отличный шанс появляется у Зоротрай. Дело в том, что профит покупает Медас, Веник покупает Медас, и фактически сейчас у Роксофта ничего нету. У Инвокера уже с Медасом. Ну, Инвокер-то да, у Инвокера все нормально. Он купил давно Медас, он уже там окупился в какой-то степени. Ну да, эти Медасы, когда тебя собираются пушить, это опять та самая спорная история, но меня смущает все-таки эта пугна без мана ботинка. Не, ну мана ботинок, конечно, там стараются те же китайцы брать там как можно быстрее каких-нибудь 3 мана ботинка, чтобы пугна не кончалась мана. Здесь мы видим, Никс перетянулся вниз, он никак не может получить свой шестой, и почему-то... А, у него есть арканы, даже та. Есть, наверное, ботинок зато. Ну, это знатное подспорье такое. Но должны уже выходить в мид, ломать эту вышку, сделать это на самом деле не так уж тяжело, пока там одни Медасы. О, Инквизитор подденал вышку, тоже, походу, идет в Медас. Так, его сейчас будет забирать СМК, но посмотрим, у Инквизитора есть уже ульта. В этот раз уже может не выйти, все-таки действительно жирный Инквизитор. Ему уже на помощь Алхимик. Нет, Инквизитору нужно использовать Баттл Край. А, используют. В Алхимике нету маны на бочку, только сейчас она появляется, он начинает... Ну, СМК должна умереть. Еще и Пугна здесь. Как там все за... Ой, как больно Габлаку! Безезе уходит, но Габлака просто догрызают некрачи Пугны, и это два в два размен, потому что на нижней линии тем временем каким-то образом умудрился умереть от Веномансера Никс. Да, очень странный. Рассказываю, что есть ТП у него. То есть, по идее, Веномансер подходит, дает ей всю фигню, ты включаешь Карапасик и улетаешь просто. Так, ПГГ заходит. Ну, не хочет он кидать импету с Сидом. Можно было, кстати, не законтрить это никаким образом Вендраном, потому что Вендран активируется исключительно после... Ну, во время тычки, если ты его активируешь, тебе все равно урон прилетит. В это время ПГГ и компания начинают пушить все везде. Так, профит. Ну, по-моему, сверху они сейчас просто умыли. Да, тут у Ньюбика нету маны, но учитывая, что у него вообще нету ХП. Хорошо, сейчас посмотрим. Живет. Ловит колд снэп. Где колба? Где что-то? Габлак очень битый. Да, умирает Пугна. Габлака здесь не убить. Ну, короче, очень много каких-то странных действий. Пугна безыманная, не успевает отступить. В миде... В миде, правда, все-таки удастся им запушить этот тавер, его уже никак не задонайт. Медведь. Медведи Мидас, конечно. Мидасик. Ну, как Мидас, рецепт. Ну, есть Мидас уж. Летит. А, уже летит. Там куча всего летит, кстати. Чуть ли не целая Мека как ПГГ летит. Да, это к Йоку, кстати, летит Мека. К Йоку? Да, это все арты Йоку. У ПГГ просто Хедреска. Ну, возможно, просто купил Хедрес, чтобы... Ну, они не разобрались. Он, наверное, хотел в начале Медас, потом понял, что не пойдет так. Так в дотку не играют. Короче, очень много веселья здесь. Это Алхимик без этого... Без стика, я то... О, купил. Купил стик. Красавчик. Но он понял, что что-то не то. Он пролетает, у него маны нет. Нифига. Ни на что. Надо стик. Да, конечно, арканов очень сильно не хватает. По факту сейчас одни арканы на всю команду. Этого очень мало, если ты играешь с Пугной. Нужно уходить в инвиз. Нет, можно не уходить в инвиз. Тут в центре. Скандал вообще на хосте. Скандал вообще играет очень удачно. Он прям на цемке бегает, просто всех убивает. Медведей. Медведей. Все-таки, так скажу, что он в той игре, что в этой игре он убивает все время Инквизитора, который действительно слишком много подставляется в разных местах. Можно играть и поаккуратнее, я думаю. Пугна ставит вард, дает бласт, Алхимик, заряжает банку, фортификейшн, летит уже сюда, Никс. Алхимик просто не может выкинуть банку. Йоку получает санстрайк и просто лопается от санстрайка. Да. Это фит. Действительно, она очень хреновая какая-то игра здесь от Йоку. Он мог ульт включить давным-давно, он бы и достал в таком случае бы, я думаю, потому что у него был БМС, достал бы и банку кинуть. Ой, как привязывает сейчас Шекл. Это Овнич. Ну, просто разложились здесь все абсолютно, не включил ультимейт Алхимик, Энчантерос, Никс опять залез, не дал ничего, абсолютно умер. Да. Да. Ничего тут не скажешь, не очень выразительная какая-то получается игра. Пока что ТР, Никс вообще 0-3-0 имеет. Совсем как-то не клеится у Клиффа тут. Инквизитор снова на фит подсел. Да, Инквизитору... 0-4. У него что, в той игре 0-4? Такой доминейтинг обратный. Да, и там Рошана забирают уже всей толпой парня из Рокскез. Обратный доминейтинг. Я играю через обратный доминейтинг. В каждой игре. А как это? Я прихожу, умираю 4 раза на лайне. Дальше стараюсь. А знаешь, вот прикольно, если был бы какой-то стрик, когда герой, который умер 11 раз, кого-то убивает, он там получает какой-то буст по золоту. Ну как, то же самое, когда... Но ТР не как-то сдаются и просто... Да, они просто в мид идут сейчас ломать тут все лицо. Не, ну в их ситуации может быть это и не самое плохое решение будет пойти, но мне кажется, так они уже нафидорили, что тяжко будет. Да, тут реально будет тяжко, им прям выходит в спину, отличный шекл, связывает пугну, ее просто до начала драки аннигилирует, фокусит веник, у которого Аегис. Короче, раскаетели, можно так сказать, Роксы, убили очень быстро пугну. Никс, какой стан! Убивают Йолу минус Аегис, алхимик. Ой, какая банка в Рокс! Опять! Снова здорово. Она им скоро снится, будет уже? Так, ну умрет Габлак, да. Ой, Габлак, ПГГ. Ну в общем, идут пушить безвиженно, ничего как-то, ничего не бояться, так бы я это назвал. Санстрайк, нет, переоценил возможности Никса явно. Да, Никса, 6 уровень, всего лишь очень маленький уровень. Мне кажется, в этом всем пике реально вопрос, зачем здесь медведь? Зачем он тут вообще должен? Не, знаешь, если бы он меня нафидил, могло бы быть вообще совершенно другое впечатление. Ну вообще, да, пожалуй, если бы он просто стоял бы аккуратненько, ни разу бы не умер и так далее, и так далее, и так далее, то да. Просто, Арканы на Пугне чуть побыстрее спушили первую вышку, вышли, подпушили вторую, там уже появились Арканы у Никса, ведь в чем еще сила этой стратегии? Пугна берет Арканы, спушивает вышку и у саппортов очень быстро за счет этой вышки появляются Арканы. Ну да, и дальше ты идешь, у тебя Арканы на Пугне, Арканы на Никсе, мана не кончается, и уже Меха появилась. О, этот Йоку страдает. Почувствуйте разницу, Алхимия, который был в прошлой игре, там он быстро получил 11-ый, ну здесь, кстати, тоже вторая ульта уже, но Инвокер его очень быстро разбирает. Ну там еще была Верк под ДД, тоже такой, подспорье такое. Да, хороший бонус. 0-3-никс, тем временем. Тем временем. Ну да. И Веномантер с Аганимом. Ну и что тут происходит? Ну, начали фармить теперь ТР, что-то там фармить, но, по-моему, в их ситуации... Не, ну хотя, конечно, да, если Алхимик и Медведь купят по 16 слотов, все ли, в конечном итоге, да и Пугна, в конечном итоге они могут, но кажется, что они не это собирались делать. Я уверен, что они не будут сейчас как каким-нибудь альянс, когда у них все нехорошо в свои лучшие особенно годы. Они оп-оп засели в супер-дев, все формят, все туда-сюда. Мне кажется, просто ТР в любой момент могут опять сорваться, пойти пушить, опять фидануть. Или просто выйдет Клифф из игры. Будут играть четвером. или это еще вариант возможен. Вот Инквизитор в последнее время с тех пор, как лайнинг для него закончился, начал он просто фармить, как-то просто фармить и, в принципе, приближается по чуть-чуть к Родианцу. Внезапно. Но если бы он не фидел, то я думаю, этот Родианц мог бы быть уже вот, уже мог. Ой, там у Ньюбика проблема. Вот Пугна такой слабый герой, когда на нее нападают, оказывается, что у нее нету ХП практически, ей очень тяжело. Ну да, ну как обычно, как бывает с Пугной. Пугна уже поставила вард, и на нее уже нападать, как минимум, тяжелее. Здесь как-то все время выходит, чтобы Пугна не ставить вард. Сейчас сюда и попробует Йоку убить, если привяжут, то убьет, потому что будет санстрайк. Да, успел, не, Йоку спел ульт, не спел ульт, он бы точно сдох. Ну, возможно, да, тут много, хотя тысячи 100 ХП, не знаю, пробил бы его. Да пробил бы, забей, там у ВРК дэмэджа очень много. Он видел скандал, видит медведя, но медведь, конечно, жаль. Ну, кстати, Йоку сейчас тут умрет, непонятно, что он сюда пришел, но зачем? Или нет? Ну, потому что его блошет ПГГ. Успел Йоку поставить, но ПГГ не пошел. Тем временем ЦМка находит инквизитора, здесь же есть, ой-ой-ой-ой. Оказалось, что... он тут делал вообще, ты посмотри место, где он находился. Он так отлично, наверное, что-то фарбил. А здесь еще был и Никс, между прочим. Ну, Никс просто понял, быстро чем пахнет, ушел. Да. Значит, короче, переигрывают тут. Рокскиз ТР пока по всем бронтам. Вы переигрываете, батенька. У скандала самый маленький нетворц в игре. А, ну по XP то есть 15 тысяч ведут Рокскиз. Да, да. Да и по золоту там немало. Ну просто 15 тысяч это реально очень много. Я думал, что все еще не так печально, но все именно так. Ой, какой артефакт на профите. Слушай, я вообще такого артефакта давненько не видел. Ага. Это знаешь, тот случай, как там Аганим на том же Вайде, когда ты забываешь, что этот артефакт в принципе есть у героя, потому что он так редко собирает. Я в какой-то, помню, момент вообще удивился, что Вайду можно Аганим собрать. Ну, в какой нормальной игре? Ну, 210 урон со скепитером. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам понимаешь. Да, это первый, который еще на 7 процентов. 7 сколько будет? От 210. Это где-то 14. Ну, 15 урона, грубо говоря, за каждый скачок. 19 целей. Ну, нормально там. 500 урона в конце каких-нибудь. Ну да, но на самом деле по факту так себе это ты там, если уж быть откровенным, но с Виномансером, видишь, что, комба. Виномансер ультит с Аганимом, а он уже с Аганимом, и потом Фурион ультит с Аганимом, и все умерли. Да, в паблике этот особенный там бесполезен, потому что ты все просто, если будешь по КД ультить. Не, ну хотя как бесполезен, если ты такой единоличный чемпион, который там всех уезжает. Фурион, Фурион, многие должны знать это видео. Там еще есть нецензурное выражение в этом видео, но это не важно. Фурион, Фурион. Тра-ля-ля-ля-ля. Прям очень хочется посмотреть, как это... Сейчас еще и... Ну, Цемка с Аганимом это несколько другое. Там урона больше, чем у Виномансера и у Профита вместе взятых, наверное. Вопрос к фугне. Почему она не хочет поставить палку чуть заранее до того, как ее застанели и убили нахер? Ну, подожди, так не делается. Ну, просто она стоит 30, блин, секунд. А, кулдаун... Башер на Виндрейнджер. Ну, все, тут пошли. Хекс, очень больно Клифу, он умирает. Банков Габлака, ПГГ без КП, сбивают Вард, Мека. Ну, Инквизитор пушит. Инквизитор там вообще давит. У него уже Сакрот, между прочим. И, кстати, Тавертон заберет. Да, это почти Родианс. Там Йол нападает на Йоку, Йоку больно. О, ну Йока приплыл, у него нет маны просто на ульт. Он нету маны на ульт. Да, хорошо здесь разбирается. Алхимик успевает купить Даггер на прощание. ПГГ, ловит Шекл. Ой, как... Ну да, тут... Вроде бы и спас, а вроде бы и нет. БЗЗ, год лайк. Ну, там... Короче, сейчас какая-то там ошибка от Рокс, они все не могут сделать ТП домой. Кстати говоря, только-только у инвокера откатил, там медведь уже приближался. Радианс, ой-ой-ой-ой, как это было близко. Да, ну медведя не сконтролил, медведь тут распластался просто-напросто. Зато есть Радик. Ну и вот таки. Он купил этот Радианс, только, к сожалению, 5.20 счет. И, кстати, не так уж и поздно он его купил. Да вот в том-то и прикол. Зачем Фидить-то так? Непонятная история. Реально, ну, как-то хрен его знает. куда-то санстрайк юбику пол лица сделает ли ньюбик ульт действительно полечился такой увлекательная игра но на плена довольно забавно но на самом деле просто обидно за как у них все вроде как неплохо ну то есть мысль там и вы реализовать вполне можно было но какие-то совершенно такие ошибки прямо но он адекватно у них у них по сию секунду на самом деле еще как бы в принципе есть шансы так то есть радикат есть мека есть третий некра урок скис просто они там пора ну подрафливают поэтому у них там агоним на фурионе у них есть башер на верке на самом деле довольно много денег слито не совсем туда куда стоило бы да ну этих денег просто нету т.р. поэтому как бы купленная тараска ненужная там допустим даже ну хотя тараска редко бывает не нужно но тем не менее это все-таки тараска или там тот же башер это все-таки тараска это все-таки тараска а башер ну все равно 40 к урону грубо говоря там тоже пугна бы не отказалась просто от того чтобы бесплатно и прилип какой-нибудь башер хуже бы не стало точно ой йоку ой как больно мека нехорошо йоку чего у него есть зачем ты этот даггер хотя вроде как вражеский пик и артефакты намекают что нужно пока вы иметь здесь в этой игре что и как иначе от виномансера под загонимым и вейлом спасаться я других способов не знаю пайпы тот не сейвит только пока б может помочь подрафливает ой цель могут убить это и реально шанс за много умрет добивает пгг делает фраг просто беспощаден я спощадный пгг убивает энчантер с переманенным форш спиритом красиво мощно мощно сочно посмотри какой вардинг отличный в принципе можно так даже сказать отрок скис как бы кругом варды все видят во время как у утр намного слабже видели они как бы рошана но ничего не стали там делать ведь пгг поплохело тем временем и инвокер кинул в него колл снэп метеорит и хекс а вот оно как бывает бывает тем временем 16 уровень уже вина мансера с аганимом вейлом я покликаю честно по героям окси из ойтера скажу так никто из них не переживет ульта вина мансер с аганимом вейл и один герой а сколько он снимает это ищет ну плюс-минус да это печально на самом деле ну блин это печально это типа может было бы посчитать тем более если бы он полностью основательно не контролируется в бкб и все-таки обычно когда виноватер имеет аганимы вейл кто-то то уже точно имеет бкб но здесь вместо бкб люди покупают все что угодно блин ник сможет же включить карапасик и одну тычку отрезистить я кстати об этом реально подумал но потом кликнул на никса увидел что него 800 хп то есть у него еще меньше всех хп здесь даже там пгг побольше имеет так алхимик я слышу банку да да у ю ю ой вот это урон он трусливый то есть он и побежал сразу вместо чтобы бить почему когда так слабенько снизу габлак с дезолятором сплит пушат да и веник у которого аегис никс который не нажал карапасик а можно было кстати нажать карапасик в принципе габлака то возможно даже подрезать я чувствую сам подрежет пгг опять он закрыт привязан убит холи щит холи щит на что ты будешь делать в ванок казнят да конечно знаешь вот за ретра и провели четко три игры про такой вот очень хорошо очень плохо и третье вот эта игра и десерт первое второе и десерт да и что же будет и что же будет нам на десерт на какая-то ромовая баба если честно по победить еще тогда это будет десерт ой юбик хороший хорошую палку поставил когда уже все все да не убег умер там не хватило ему вообще ни на что хп умер правда габлак я хочу сказать что ульта 60 секунд кулдаун то ли со скидкой он сейчас за ультит кажется и вэл кинет вэл уже кинул какая бочка опять опять русские толпой на бочку накинулись скандал дает нового умирает от них врача хороший айс волк а не хочет казино вызвать нового горят медведя давай хорошо вызвал вызвал стульта веника я не так уж продамажила а микс а она ни в кого не попала она чуть ли не в одного этого умирает ел и кстати он может умереть и второй раз наверно никакой же алхимик просто каленый у него не хватает маны на ульту да он умрет второй раз медведя за пол снаппили у вас тут форстаф ой шо шекл связывает пгг пгг вова пгг умирает ел возвращается он сейчас умрет от медведя по моему знаешь у него есть все шансы так сделать да умирает и седому тоже очень больно лол ага то есть медведь умер медведь умер из-за того что убили сумона боже мой такой происходит просто трэш-экшен какой-то я кстати первый раз паблике так умер когда играл в первый раз своей жизни за медведя я не знал что дымажит когда убиваешь мишку да ну кстати терта борется борется и уже 9 фрагов сделали борьба видна тут я хотел не открывать графики чтобы реально складывалось такое ощущение но там по графикам просто жесть скандал вот при всем этом скандал умудряется самым маленьким натвор сам на карте находиться ну суппортит истинный суппорт так летит габлак но как бы все это не заканчивается у нас вот она действительно снг дота снг карнидж надо надо короче в момент когда там делает какой-нибудь фраг там не рэмпыч а карнидж но уже стоит тогда специальный записать был этот анонсер анонсер под этот турнир надо еще к голосам пгг чтобы это все было с этим медведь так-то шутками шутками к керасе приближается не странно да несмотря ни на что ну да у него почти как раз так ну как там почти и это неплохо отличный смог смог и все продолжают бить крипов в итоге скандал просто убегает но он побежал сам делать дела как нам нужны активные действия ваван и его команда давайте так пгг опять ну это просто не пережить от этого метеорита там габлак законтрил боже этот ульт который он сюда прилетел вот еще улетел и сюда же вернулся да потому что подошли опять крипы темк разводит разводит скандал палево палево сверху габлак пушит мне уже криты да конечно арты интересные у некоторых героев rocks kiss wind ranger например инквизитор пошел разговаривать с габлаком может он кстати убить нафиг этого медведя фуриона в случае чего да ну так еще и подход тут от никса кстати говорят опасно так чего этот никс так тупит он уже давно он боится а почему инквизитор ушел куда-то убили бы габлака потом бы что-то делали что происходит вообще не знаю куда он полетел такой вред они бы просто убили бы габлака пришли там пгг опять по накатанный пошел по наклонной веника форстафет алхимик без банки ульт профита который летает опять по всей карте интересно вернется наверх нет уже не вернется никс который купил себе брейсер я каждый раз переключаюсь на пгг и вот ты за овцован по нему катится метеор и он выходит из хикса и успевает включить хил каждый раз я не перестаю спрашивать вопросы почему в этой игре происходит то что почему алхимик вместо пкб а это начал покупать не есть это похоже на кираса учитывая что медведя уже кираса почти кираса он заряжает он заряжает он прыгает он кидает у него нет маны на ул ты видел что произошло за его дел мантой ой просто банку скандал отъехал у веника нету маны на ульт фокус файрит медведя там проблема в том что там слева забирается база габлаком а там уже алхимик профит убил энчантра с ультом медведь умирает спорте в таком мясе о хо 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 ябек что творит нет это просто жесть через кармайк через кармайк в кармайк в сентябре в сентябре в сентябре к ваклизи к облаку в минуте в долг просто просто цискарнэйдж цискарнэйдж я еще я боюсь представить что во второй группе будет там какие то флипсайд там с next kz будут играть потому что там тоже вроде команды неплохие но они могут в принципе устроить какую то тоже устроить кармайк кармайк там слева просто бараки сейчас упадут нет живут там рендж барак уже знаменитый рендж барак проседает так пгг я прям за ним буду следить как его захексят вот отвечаю в следующий раз когда начнется драка пгг получит хекс по нему накатится метеор он выйдет из хекса включит хил и в этот момент умрет кстати пг собирать не край если че он далек я верю что нет у него эти арты уже минут 20 наверное цискарнэйдж да да самое будет клевое если шиву купил алхимик в итоге видимо ему так мана не хватало что он вырешил это я думаю самое прикольное будет если выиграют в итоге тер вот это будет натуре кармайк да ну такое чисто в теории конечно возможно у медведя очень интересные арты да а у него видимо кираса но он просто мишку да вот переложил все он что-то тупит смотри собрал собирает как знаешь сборная как в этом в дота 2 репортере они там собирают там взял этот купил стафу в визарде на него надел кольцо все это обмотал бумажкой с надписью рецепт так 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 выход на рошана оба оба переманил переманил но не палится не палится в смоках непонятно что здесь здесь никого не видно рокс думают как так там что происходит 15-0-12 у БЗЗ да разошелся молодой 6 слотов уже имеет некра 3 пошли и чё рошана ну да это очень умный план очень умный против веномантера и париона инвокер бкб боже по нему качется метеорит и он умирает этот раз у него даже кекс не потратили никс врывается великолепный стан в иллюзии но должен умереть веник он не успевает прожать ульт у него просто нету мана опять медведь поглощает все стоят под этим вардом пугны умирают просто даааа неплохо неплохо ты посмотри все дохнут цискарнейдж цискарнейдж происходит нету байбэка а нет есть байбэк я уже добыл все умирает седой кстати похоже тут еще ой боже фантастика просто трипл килл и развалились раксы то просто цискарнейдж 5000 есть у этого у пугны она берет себе хекс одним слотопом но здесь инвокер инвокер раскастовывается но у него нет метеорита он ловит банку но здесь уже виндрейнджер который байбэкнулся медведь куда то летит вообще он уходит боже хекс палку хекс в ответку насосать хотя бы немножечко хп нет баш проходит и все печально алхимик уходит с дайгера боже какой вообще трешак у профита уже кираса габлак манерный он ломает билишный барак пеньками а не руджовый смотри да это интересно говорит я не буду спать учитывая что бакдор защита включена это реально хороший мув хех так как я уже сам как фурион два пенька переманил так ну что драка то ну ка графики там смотря отыграли пять тысяч опыта и по золоту немножко да куда то инквизитор бежит как будто бы у него есть кидашанск что он делает куда он бежит он сливает второго медведя а нет первого медведя ой ой медведь бежит бежит медведь бам вот это стан как он не попал да хватит зачем он его возвращает обратно да боже медведь медведь медленно наверно умер т.е. когда он подстанел он подумал щас я с радикой сожгу да или чё кого я егес кстати кто егес забрал а там кто то забрал ведь седой забрал веномансер выходит в лейт есть монта есть кристаллис кристаллис продолжается о слышь габлак вспомнил что надо ренджоу барагбит но уже поздно уже поздно уже поздно согласен цис карнеидж я просто тащусь от этой игры честно это вообще то лучшая игра что я видел за последнее время это мне напоминает какой то но очень уж суровый паблик так алхимик вшивы прогревает форжей промораживает продает их габлак на топе пока нету габлака ворваться цемки сыр шекл пгг нет сейчас метеорит покатится но в сайте что он творит и фантастика нет да тут все биты хекс ультвиномансера но попадает он хороший ульт от скандала это может быть очень больно йоку в хексе уходит минус скандал пугно умирает медведь умирает да габлак там тем временем сломал бараки под шумок между прочим у тр было замечено 2 владимира в команде йоку взрывается а у кого второй ну хоть не у пгг а у медведя да один а один у алхимика убивают виндрейнджер уже второй раз кстати говоря да инвокер кстати тоже умирал байбека у него нет но здесь не могут выйти с базы особо ребята это ну не тут габлак нормально он пропушил верхнюю линию ой 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 да не он такой толстый смотри кираса ну все да тут согласен однако снизу виномансер сломал бараки ну да подгействуют рокскиз прям как мы против этих против паэ ну похоже игра сейчас еще сейчас надо чтобы габлак купил форстаф и форстафнулся на кэре ну знаешь в этой игре может произойти все что угодно вот короче есть владимир у медведя есть владимир у алхимика да я уже заметил действительно еще грамотно переложил все арты сначала в мишку почему слышь ты проклял по гг ты сказал что только по нему будет катиться все и так и происходит не последний раз его пощадили но реально там был момент когда он вообще то по нему могло начать катиться я согласен и там просто он покатился по метеору он не успел ничего нажать но и взял тревела и просто лэд пуш помидо и это шанс ну и в итоге байбек если вы смогут убить но у него скоро будет по идее ну да у него кратисты минуты байбек если его убьют разок там туда сюда вот и опять инвокер да нет ну тут кажется мне профит скирасой он просто не простит бараке он просто может уже это пешится скирасой дизолятором да он может пешится и сломает просто все а ну у него есть одно но он мертв но он так и сделает сейчас я думаю скорее всего да скорее всего так и будет так вейл пошел гель ой какой отличный танчит танчит нюбик просто танчит на пугне все протанчил нюбик умирает медведь там в габлак уже ломает да нового медведя нет тут стан отличный стан от люкса мещи пгг в кексену по нему не катится на этот раз метеор закиливается габлак там ломает но тут на габлака то атака атака нате да сюда тп кто делает виномансер ой 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 как неожиданный поворот где там сверху смотрю дуэль снизу тем временем виномансер боже мой боже все умирают кругом медведь умер на вообще на базе там пгг поработил все таки скандала скандал говорит ладно ты победил так 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 тут накатывается алхимик на виномансера кидает банку какая манта но это не помогает надо найти настоящего где настоящий то нет не находит и уже не догонит не убьет нет шива шива другого мнения вова живи нет виномансер убивает его каким-то ядом вообще непонятно каким откуда взявшимся вот эта змейка дожгла в итоге энчу ну цискар рейдж ну правда к сожалению это великорепная игра закончена потому что у меня крипы да там алхимик взрывается на миде оооо ну это было весело да это прикольные такие игры бывают игры на самом деле где вроде все по серьезному и до конца не ясно кто победит но гораздо менее скучные тут хотя бы весело все это происходит да слово подходящее весело но в общем никаких шансов нет у терра уже тут выиграть потому что у меня крипы уже дошли до базы а в такой ситуации ты с базы уже выйти не можешь в принципе ну да по крайней мере не теми героями которые у тр может быть если бы у них был алхимик 6 слотов медведь в 12 может и можно было бы что-то но алхимик еще такие слоты у него шива даггер владимир мека то есть ну толком он с руки то особо и не бьет да он вообще на все клад ему бкб ему меня короче реально я не знаю то ли они все тут смеются то ли ну понятно что руксиса очевидно так как бы не ну как бы панец так назовем слегка да хотя не все зазарь я бы не сказал что он панец кто-то же должен нормально играть ну да подхватил нормально но почему терты при этом так играют так 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 алхимик забегает станет габлака ой 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 блин какой же бомж алхимик просто с его уроном ну и там уже нападение на эншент габлак пытается спастись нужно кидать ему импетусы да он умирает алхимик его в итоге добивает снизу драка вцепились в инквизитор инквизитор под батл краем взял в себя кирасу стан хороший банка банки это просто опять банка по всем лол так я говорю это козыр да вот рокскиз они прям эти банки собирают ой 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 просто баш алхимик не выходит из стана инвокер уходит на даггере тут карнейдж продолжается продолжается но рокскиз видишь дают слабину но убегают хотя крипы веномансер убивает алхимика тем временем где-то на базе все таки ой 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 по гг к нему катится метеорит и он умирает 5-0 говорят что уже счет по гг против метеорита все все умирают остается только инквизитор символично остается только эншент просто и он тоже умирает фортификация напоследок все минус медведь ёл 46 кп гг пишет скандал и падает экшн третий владимир говорит был в команде серьезно у кого третий а у кого третий владимир да не было вроде но кто еще мог купить ну разве что по гг владимир нет не вижу ну это наверное в этом есть смысл что третий владимир это по гг и есть по нему катится метеор блин конечно жесткая игра ну что ж мы вернемся уже завтра в 21.00 рокс сыграют спер кстати должно такое мясистое мочилово получиться в п я так понимаю на 4 дня берут выходной на турнире потому что завтра доигрывает эта группа потом 3 дня группа б только потом начинается группа финальная ну вот так и будет такие дела спасибо тебе что ворвался было реально все это гораздо интереснее смотреть ха 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 конечно залетая еще нормальная игра была нормальная я не пожалел да действительно своя даже интриг была ну я с вами тоже прощаюсь вводы ВП против Power Rangers уже у нас на канале вводы Рокскиз против Зеро Трай я залью чуть позже всем пока и до скорых встреч завтра в 21.00 Power Rangers Рокскиз